Привет, планеты! Это программа Вести.нет. На Game Developers Conference 2019, которая на этой неделе проходила в Сан-Франциско, Google представил свою платформу для стриминга игр — Stadia. Помимо привычных для стриминга возможностей, то есть игр с богатой графикой на слабом железе, облачный гигант заходит со своей козырной картой — YouTube, который должен объединить тех, кто смотрит игры, с теми, кто в них играет. Например, при просмотре трейлера игры просто по клику на ссылку зритель превращается в игрока, ему не нужно ждать загрузки и установки игры. Или по той же ссылке можно перейти не просто в начало игры, а в конкретный сейв, то есть открывается игра с того места, где она была записана. Все это возможно потому, что гугловцы сделали ставку на полностью облачную систему, когда устройство пользователя только показывает игровую картинку, но и с него отправляются команды управления. Все остальное происходит в дата-центрах поисковика. Stadia работает с любым гаджетом, куда можно установить браузер Chrome, в том числе со смартфонами. Геймплей можно транслировать прямо на YouTube в максимальном качестве. В период запуска Stadia будет поддерживать разрешение до 4К с частотой 60 кадров в секунду, а в будущем обещают довести разрешение до 8К. Для того, чтобы обслуживать все это, гугловцы построили игровой дата-центр – 7,5 тысяч серверов на специально заказанных AMD чипах. Мощность каждого чипа – 10,7 ТФ, выше, чем у самых мощных игровых консолей от Sony и Microsoft вместе взятых. PlayStation 4 Pro – это 4,2 ТФ, Xbox One X – 6. Для каких-то особенно ресурсоемких задач можно объединять несколько таких серверов. Сгенерированное этим железом игровое видео стремится назад, к пользователю. И на сцене показывали, как в Assassin's Creed по очереди играют на устройствах, в части которых не было графических ускорителей. Chromebook, телефон, PC – как было сказано, самые медленные, которые смогли найти. Планшет и телевизор, подключенные к сети с помощью Chromecast'а – маленького адаптера, превращающего телеэкраны в гугловский вариант Smart TV. Для игры на таком оборудовании выпущен особый гугловский геймпад. Stadia Controller – тоже облачный, потому что подключается он опять же к сети, отсылая команду управления напрямую в дата-центры, а не на устройство пользователя. Помимо привычной уже кнопки для записи и трансляции игры, на этом геймпаде есть и кнопка Google Ассистента. В частности, зайдя в тупик при прохождении игры, голосовой командой можно вызвать YouTube-видео с подсказками, что же делать дальше. В принципе, голосовое управление для игровых консолей – вещь не новая. Но ни на PlayStation, ни на Xbox с его картаной оно полноценно не работает. Ассистент Google – безусловный лидер в этом направлении. Впрочем, игры будут работать и с теми контроллерами, которые уже есть на рынке консолей или ПК. Stadia поддерживает все основные игровые движки Unity и Unreal Engine, а также Havoc и CryEngine – это новости для разработчиков, а также возможность работать над игрой не сразу в облаке Google, но и локально. Также обещают кроссплатформенный мультиплеер и отсутствие жульничества в играх, ведь игроки никак не смогут взаимодействовать с файлами самой игры. Многое демонстрировалось на примерах игр студии Ubisoft. В зале присутствовал глава компании – Евгеймо, так что, очевидно, поддержкой этого гиганта Google заручился. Но поисковик не стал полагаться только на партнеров. Чтобы насытить свою платформу, основал собственную игровую студию – Stadia Games & Entertainment. Возглавил ее Джейд Реймонд, до этого работавшая в Ubisoft. Старт платформы в целом намечен на лето. Начнут с США и Канады, потом экспансия в Европу. О сроках прихода в Россию информации нет. Впрочем, неизвестно, стоит ли об этом горевать. Слабым местом стриминг-модели всегда были задержки на линиях связи. Лаг. Google считает, что может справиться, потому что он владеет не только дата-центрами, но и огромной сетью доставки ютюбовского видеоконтента по всему миру. В октябре 2018 года компания тестировала свои возможности. Это был экспериментальный Project Stream, который тоже позволял запускать игры в Хроме. Видимо, полученные результаты сочли многообещающими. Но на запуске стадии говорили о том, что минимальные требования к работе сервиса — канал в 25 мегабит в секунду. На рынке уже есть несколько стриминг-сервисов, в том числе от таких гигантов, как Nvidia и Sony. У части из них минимальные ограничения даже ниже. И ни один из них не позволяет комфортно играть. Как раз из-за нестабильности каналов связи. Конечно, ни один из этих сервисов не обладает экспертизой Google в построении облачных систем. Но даже на 200-мегабитном канале с разрешением Full HD, а не 4К и при 30 кадрах в секунду первые тесты показывают и артефакты видеоряды, и некоторый лаг. Хотя время отклика и сравнимо с показателями приставки Xbox One X.